Многие, которые игорируют эти вопросы, обращайтесь, мы вместе с вами поправим. Поправим. Но уверен в том, что нынешняя власть в Крыму, нынешняя власть, Владимир Владимирович, Василий Георгиевич, они в состоянии, и мой представитель Сергей Владимирович, они в состоянии втроем решать проблемы. А я буду всегда помогать, буду рядом и буду контролировать. У нас сейчас сложился рабочий механизм принятия решений и законов в парламенте. Владимир Михайлович за этим столом вместе с нами. Сегодня он слышит, я думаю, свое слово скажет, короткое. Поэтому давайте будем вместе трудиться. Спасибо. Значит, здесь информация о ситуации по выполнению указа президента, который я подписал 14 мая. То есть я контролирую полностью каждый пункт. И не потому, что я с вами встретился, мы там в определенной степени итоги подумали. Так, здесь, пожалуйста, Сергей Владимирович, можешь ознакомить в рабочем порядке, что выполняется в полном объеме, что не в полном объеме. Значит, здесь справка по всем проблемным вопросам, которые есть, и как их решать. Рекомендации наших экспертов, согласованные с вами, мы их будем решать. Поэтому я благодарен вам за то, что вы пришли на эту встречу, в отличие от ваших коллег, которые хотят какое-то особое место за этим столом. Но если бы они мне сказали, что они хотят здесь сесть, а там есть еще одно такое место напротив, пожалуйста. Я не против. Но я по-другому не вижу. Я не хочу делать никакое государство-государство. Поймите меня правило. Хочу, чтобы мы на одной земле вместе жили. Мирно. Сегодня проблемы есть. Мы приоритет отдаем решению этих вопросов. Мы идем к переду. Все ресурсы государственные на это будут вытравлены. Абдураимову Василию Янатовичу, председателю Совета Организации МИЛИФРК. Спасибо, Виктор Федорович. Существует говоря, Виктор Федоров в своей речи обозначил основные и главные проблемы, которые уже накопились за последние 20 лет. И они накопились во многом, во многих случаях, не по объективным каким-то причинам, а из-за того, что предыдущие руководители не проявили должной политической роли для того, чтобы разрабатывать, решать принципиально основные законы все эти проблемы. Что касается отсюда и отсутствие целенаправленной, долгосрочной целевой программы решения многих проблем в инстаграмском языке. Ясное дело, что любые начинания, стратегические какие-то грехи, они не могут иметь успеха, если не будет обеспечена в качестве и правовая основа для реализации этой программы. До сих пор многие вопросы, которые можно было бы решать и снимать сразу, упираются в то, что до сих пор нет четко ясного отношения украинской власти и украинского государства к самому факту депортации и репрессии с городовым городом. Поэтому здесь надо начинать именно с этого, что это необходимо осудить и признать так, как это было уже сделано историческим опытом в советском государстве. Надо четко и ясно сказать, депортации из Крыма, этнические честки из Крыма были преступными и незаконными. Отсюда вытекает следующий шаг, о чем говорил Владимир Михайлович Иванович Федорович. Это принятие соответствующего закона. Я с вами абсолютно согласен. Тот проект закона, который подготовил господин Джимилев, он не только не соответствует многим позициям украинского закона, он абсолютно не воспринимается среди крымсказадарского сообщества. И здесь как бы есть тоже основа для того, чтобы начинать работу. Ведь любой закон, который будет принят в отношении восстановления коллегемных индивидуальных транспортных факторов, он априори не может быть ущербнее тех правовых прецедентов, которые приняты в нашем соседнем государстве. Вот и основа. Поэтому, безусловно, я абсолютно поддерживаю выступление Владимира Михайловича в том смысле, что надо немедленно приступать к разработке этого закона и наконец-то ставить точку в принятие дела. Конечно, с рекомендациями международных институций, конечно, с учетом существующего основного закона и существующих законов Украины. Но там, где, например, не хватает полномочий того или иного законодательного закона, можно подумать о разработке целых законодательных инициатив, чтобы смять эти проблемы. Конечно же, за 20 лет сделано немало по тем возможностям и способностям украинского государства в плане решения вопросов обустройства у нас на своей исторической родине. Для молодого, независимого государства, мы прекрасно понимаем, что это огромная тяжелая ноша для любой власти, для любого руководителя. Поэтому я считаю, что мы должны сделать все необходимые усилия для того, чтобы подключить к этому процессу всех участников Высшего Советского Союза. И мы на двухсторонней основе, например, на базе того же договора о дружбе с Российской Федерацией, конкретные пункты, которые предусматривают совместные усилия этих двух государств по восстановлению прав департаментных народов. В том числе необходимо инициировать, я так считаю, мы так считаем, необходимо инициировать возобновление действий бешкетских соглашений в рамках союза независимых государств. Их пролонгации, их имплементацию в наше украинское государство. И на этой базе, так сказать, показать отношение украинской власти, новое правило, которое принципиально хочет решить этот вопрос, чтобы и подключить те возможности, которые имеются в этих государствах. А я думаю, что если они увидят этот честный принципиальный подход, они подключатся и будут помогать Украине по многим вопросам. И вы знаете, я хочу вернуться к 2004 году, Виктор Петрович, когда вы на одной встрече заявили о своем. Так уж случилось, что благодаря и пропаганде, и так далее, страну повели не те и не туда. И я думаю, что вот сейчас вы можете, так сказать, еще раз продемонстрировать, что это были не просто слова, а принять соответствующие шреники, которые вы позволяли без напряжения даже государства, Виктор Петрович, не мешать инициативе. То есть создать условия беспрятственного возвращения сюда тех, кто желает вернуться, которые еще остались на высоте. Я скажу, я изучил этот вопрос. Пожалуйста, мы можем включить это в программу. В этом году уже не успеют. А на следующий год, пожалуйста, мы можем включить программу, отработаем. И любые вузы Украины...